Центральная площадь Омска. Торжественная церемония начала международного ралли «Шелковый путь-2021». Путь 91 экипаж из 32 стран отправились сегодня утром. Им предстоит преодолеть до конечной точки в Монголии 5250 километров. А уже 3 июля участники приедут в Алтайский край, пересекая наш регион от села Расказиха до Аккутихи. Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. В этот день в 2024 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет более 150 национальных союзов журналистов. Более 2 миллиардов рублей составит общий бюджет отрасли физической культуры и спорта Алтайского края в 2021 году. Для сравнения, в прошлом году сумма составила 1,5 миллиарда рублей. Средства направят на обустройство стадионов в городах Алтайского края, капитальный ремонт ледовой арены в Славгороде, спортшколы в Белокурьхе. Всего в программе прописано более 30 спортивных объектов. Барнаульская команда Алтай-Тент, выступающая в премьер-лиге чемпионата Ак-Камф по летнему мини-футболу, хочет заполучить свой состав Лионеля Месси. 1 июля у титулованного аргентинца истек контракт с Барселоной. Об оформлении нового соглашения официально не сообщалось. И руководство клуба решило испытать удачу. Сейчас Алтай-Тент в своем активе имеет 2 ничьи, 5 поражений и 0 побед. Поэтому приезд в Месси в Барнаульский клуб явно необходим. Дмитрий Дроздов, День Столка.